Ребята, всем привет! Вы на канале Семья на чемоданах. Меня зовут Славян. Вот мой инстаграм. Подписывайтесь, если еще этого не сделали. Я сегодня вас приглашаю в новый выпуск, который будет посвящен... Так и будет называться, короче. Как встречает Адлер туристов. Я знаю, что большинство из вас, многие точнее из вас, приедут сюда на поезде. Так вот, я хочу показать, какой кайф вы испытаете, когда приедете в Адлер на поезд. Погнали! Вот тут Адлерский вокзал. Здесь есть большая парковка, но я думаю, что вам это не важно. Важно лишь тем, кто живет, например, в Адлере и хочет приехать сюда на пляже покупаться. А на эти пляжи покупаться, приехать точно стоит. Вы сейчас все поймете чуть позже, когда мы до них дойдем. И я вам покажу, какие здесь пляжи. И основная мысль этого выпуска, я хочу вам показать вот эту замечательную изюминку Адлерского вокзала. Это когда вы выходите из вокзала, ехали такие в поезде, устали, хочется быстрее на море. И представляете, вам не нужно никуда идти. Вы просто выходите и сразу можете искупнуться. Это так круто! Сейчас, сейчас буквально 5 минут мы дойдем. Эту ценность этих пляжей и этого вокзала я вам, конечно, покажу. Еще из ништяков здесь сразу есть такие столовые, красиво оформленные. Мы там ни разу не кушали, поэтому вот прям порекомендовать обязательно зайти. Я, к сожалению, не могу. Здесь также есть вот такие. Это не гостиницы, это многоквартирные дома. Очень много табличек сдаю-продаю. Отель есть Каиса с бассейном на территории. Вот так она выглядит. Вот три звезды. Кто отдыхал, напишите в комментариях, действительно ли соответствует трем звездам. Дальше. Здесь есть сразу кафе. Можно купить коктейль. Не 300 рублей, а 200 рублей. Обед 350, ужин 300. Это я немножко говорю вводную про цены. Пиво на разлив 0,5-100 рублей. Есть шашлык на вынос вот здесь. Вот. Чикенбургер 250, чизбургер 300. Просто маргарита 350. Ну так что-то. Недешево. И смотрите, какая красота. Нас встречают сразу экскурсии. Можно. И давайте сразу пройдемся на вот этот волнорез или что, это бун. И посмотрим первое на цвет моря. А он сегодня, ребята, прекрасен. Посмотрите, как мало людей здесь. Ну, кайф. Дойдем давайте до конца. Посмотрим. Либо вот этот пляж, посмотрите, можно. Там я просто иногда замечал, там есть люди. Они тусуются, как бы получается, в тенечке. Там уже Адлер, но там он вообще пляж битком. А здесь пляжи достаточно пустые. Вообще малолюдные. Виднеется крыша вокзала. Сейчас мы тоже туда, конечно, отойдем. Я вам покажу, как выглядит вокзал. Вдруг из вас кто-то не знает. А пока я оставлю в описании, ребята, ссылочку. Посмотрите два выпуска про поезд двухэтажный. Ух, какая красивая вода. Посмотрите, какой прекрасный цвет. Мусора вообще нет. Ой, какая красотища. Какие виды. Центральный Сочи. Вот он. Здесь катера ходят. Кайф. Что касается выпусков про поезд, посмотрите. Мы ездили на двухэтажном поезде. Сначала на втором этаже мы ехали в Москву, потом с Москвы на первом. И делали прям такое сравнение. Я показал, рассказал, на каком этаже лучше или хуже. Выпуск набрал уже почти 200 тысяч просмотров. Один из, когда мы ехали в Москву на верхней полке. Поэтому ценность у него бомбическая. Иначе бы он столько просмотров не набрал. Поэтому гляньте, ссылка в описании. А мы с вами будем продолжать двигаться. Наша задача пройти вон туда дальше. Я там уже вижу, что даже поставили спасательную вышку. Когда я здесь в последний раз был, по-моему, в мае или в июне, здесь тоже очень много людей купалось. Я прям видел людей с чемоданами, которые, видимо, либо только приехали, либо собираются уезжать. И прикиньте, вы собираетесь уезжать. Уже накупались, собрали вещи, устали, пока собирались. Приезжаете на вокзал. И вам не нужно сидеть на вокзале в ожидании поезда. Вы просто вот... Блин, это так круто! Вы просто идете на пляж. На пляж со своим чемоданом. И ждете здесь, купаетесь, насаждаетесь. Время подходит за 5-10 минут до поезда. Прыг в поезд и все. Открыли вот такие палатки. Можно купить мороженое шариками. Либо заводскую. Поставили вонючий контейнер с мусором. Есть вот такие вот здесь гостевые номера. Отзовитесь, кто здесь отдыхал. Напишите в комментариях, как. Ух ты, посмотрите, как сделали прикольный из ракушек. Рапаны пустые. Сбетонировали. Интересно. Выглядят, конечно, они так себе. Я, конечно, подозреваю, подозреваю просто, что внутри тоже так себе. Но ценность вот этих вот... Я не знаю, что такое. Гостевой дом или что-то, отель или что-то такое. Я не знаю. Ценность, короче, этих номеров в том, что вот вы вышли, у вас вот выход. И вот он пляж. Смотрите. То есть до моря не нужно идти. Вообще нисколько. Ну сколько? Метод 2-3 здесь и все. И вы купаетесь, наслаждаетесь. Вот так вот чилите на... Замечу, на абсолютно пустом, ребята, пляже. Либо вот так вот сушите свое белишко. На лавочке можно посидеть, покаковать. Но смысл в том, что это находится прямо возле вокзала. И это потрясающая тема. Потому что, я говорю, вам не нужно ждать нигде, ни в каких помещениях. Вы просто пришли на любимое море. Либо когда только прям приехали. Сразу с поезда, сразу купаться. Вот если я бы приехал бы сюда, в Адлер, на поезде, первое, что я бы сделал, это пошел бы купаться. Причем море здесь чистое. Вот так вот люди отдыхают, загорают. Есть зонтики на прокат. Видите, ставят. Буквально недавно здесь этого не было. Вот мне все было интересно, как здесь будет прям самый топовый сезон июль. Конец июля на дворе. И вот можно увидеть, что и лежаки есть, и зонты есть, и кафешечки есть. Все как бы, все есть здорово. Прокат сабордов тоже есть. Я уже видел один саб. Осталось найти прям самый пункт. Пункт вообще называется вроде как пляж Парус, судя по вывеске на переодевалке. Но считается вроде как это просто, просто муниципальные пляжи. Вот катамаран заходит. Здесь есть и песочек, то есть такая прям мелкая-мелкая галька и крупная галька. То есть для любителей и гальки, и песочка, я думаю, что и тем, и тем здесь будет купаться по кайфу. Также, если вы прям отсюда вы решитесь отправиться на экскурсию, вот, пожалуйста. Это уже, по-моему, вторая или третья будка с предоставлением услуг на экскурсию. Так, вот это не очень удачный угол, который портит весь взор. Вот такая палатка. В сухарике чипсы, пиво, попкорн есть. Все-все-все. Такая вывеска. Парус. И вот он, долгожданный вокзал, который я хотел вам показать, друзья. Вот, смотрите, он огромный. Очень красивый. Это новый вокзал, который мы построили перед Олимпиадой. Внутри тоже очень-очень клево. Мы, я говорю, отсюда уезжали, на него же приезжали. Здесь можно сразу вот с вокзала выйти, вот так вот спуститься по лесенке, и вы попадаете вот в такие вот красоты. И сразу, понимаете, просто сразу с первых минут своего отпуска вы уже купаетесь в море. Я просто знаю по себе там, когда маленькие были, еще катались в пуздах. Просто приезжаешь, пока до гостишки, пока заселишься, пока там ужин или обед. А тут вот, ребята, вот он. Вход, серый выход в вокзал. Вышли, и все. Вон парни ныряют вообще с высот с этих. Ничего себе. Да, слушайте, вот эта бетонная штуковина, там высока. Также, кстати, кто вдруг приезжает, один либо парень с девушкой, например, либо про муж с женой, ну, в смысле, без детей, без маленьких, да. Здесь полно выставлено самокатного шеринга. Вы просто можете не вызывать, например, такси. У вас, допустим, маленькие рюкзачки с собой. Просто взяли самокат и отправились до своей гостиницы. Но перед этим, конечно, не забыли скупнуться. Самокаты сейчас здесь парковать можно где угодно. Единственное, посмотрите по схеме. В пределах, короче, зоны парковки у каждого приложения можно паркануться. Это капец как удобно. Так, ну здесь пока бетон-бетон. Сейчас мы вместе с вами поднимемся по лесенке. Кстати, хочу заметить, что сегодня машин на парковке очень и очень много. Сама парковка, она чуть дальше там. Сейчас тоже до нее. Дойдем, я вам ее покажу. И давайте поднимемся. Такая некая у нас сейчас будет с вами смотровая площадочка. Да, очень и очень здорово. Немножко, конечно, мусорно, но тем не менее. Вот здесь есть такие ступеньки. Можно спуститься на пляж. Гляньте, какой цвет сегодняшнего моря. Просто потрясающе. Вот ребята, получается, вот с этой высоты ныряют в воду. Прикольно. Не видал я, чтобы здесь ныряли. Вот сегодня видел первый раз. Ну гляньте, ребята, это, чтобы вы понимали, это же центр Адлера. Посмотрите, как мало народу. В общем, если вы хотите уединиться, побыть наедине с морем, причем выбрать себе либо галечный пляж, либо песочек, то вот, вот, приезжайте сюда и отдыхайте. Я показываю всегда места очень клевые, чтобы ваш, ваш отпуск, ваш отдых был максимально клевый. Если вы приезжаете в Сочи или в Адлер, то у нас есть авторский гайд, который мы написали, про путешествовали от Лазаревска до Красной Поляны. Там есть советы, рекомендации, лайфхаки, контакты, куча всего. Почти 200 страниц, целых две части, получается, как бы две книги. Приобретайте, изучайте и путешествуйте. Чтобы приобрести, нужно написать либо мне в Инстаграм, в Директ, либо Настеньке. Продолжаем выпуск. Далее, следующий пляж. Посмотрите, ну мне кажется, человек 20 на пляже. Это же вообще ни о чем. Ну реально. И люди-то кайфуют. Сколько? Вот давайте остановимся и посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Всего лишь 12 человек в воде. Вы только вдумайтесь в эту цифру. Июль месяц, а в море всего лишь 12 человек. Ну это же... Я всегда говорил, что вот этот пляж, вот эта линия пляжная, это вот прям топ моих рекомендаций, которые я всегда советую, где можно классно провести. И я когда здесь был в мае, был в апреле, на этих пляжах, вода здесь относительно Адлера реально клевая. А вот, кстати, парковка, про которую я говорил, вот на самой парковке. Она вот была в межсезонье как-то бесплатная, получается. А сейчас поставили такой металлический забор, и вот там поставили шнагвам. И этого раньше не было. Здесь, потому что, я помню, стояло даже несколько автотомов на парковке. Люди сжили. Вот, а сейчас сезон все состригают. Да, здесь, кстати, еще такая тема, что типа обрываются вот эти ступеньки, и дальше как бы получается попасть некуда. Видите, вот так чиксы они оборвались, и куда дальше? Непонятно. Во. Что-то вот это, что-то новенькое. Это, походу, тут какой-то кинотеатр сделали. Наверное, ну да. Судя по тому, что стоит экран. Здесь, видимо, что-то по вечерам проходит, а может быть, просто какая-то дискотека. Вот следующий пляж. Смотрите, чем дальше, тем людей все меньше, меньше, меньше. И это значит, что вы можете гораздо лучше отдохнуть. Да, очень здорово. Смотрите, как клево. А вон там вообще палатка стоит. То есть, да, здесь можно на себе палатку дотащить, еще и поставить палатку. Классно. А дальше вон там уже начинаются прям Адлер, и там уже пляжи будут битком, поэтому туда мы с вами не пойдем. Остановимся здесь. Еще раз посмотрим, давайте, на эту береговую линию. Запоминайте, ребята, это прям возле вокзала ЖД. Он вас вот так вот встречает, вы вышли и сразу отправились купаться, либо когда вы хотите уехать, придите сюда, возможно, заранее покупайтесь, насладитесь еще раз морем и отправляйте в свой родной город. Что, ребята, вот такой вот выпуск у нас с вами получился. Я очень хотел вам показать обстановку, как встречает Адлер своих гостей. Я надеюсь, вам понравилась такая встреча, но лично мне очень клево. Это прям топ вокзалов, на которых я когда-либо был, плюс он новый, внутри там вообще клево все сделано, прям космос, а еще и у тебя сразу же море, причем даже не через дорогу, ты вышел и море, через набережную. Какой вокзал может похвастаться вот такой вот встречи своих гостей? Классно? Классно. Я с вами прощаюсь, увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Пока. Продолжение следует...